Здравствуйте, Игорь! Извините, что я тут не ответила сразу. Да, 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 да. Ну, решение боевое, как говорится. Ну, проговорим все этот процесс, значит, что я правильно вас поняла, да, что это, значит, ответ мы получили от Константина, да, и Константин, типа, сказал, что... В Москве это дело решается за один день, как бы, и сколько вы там можете, за четвертый месяц, то есть это мае у меня за потерей, июнь, июль, август, скажем, в четвертый месяц. То есть вы сказали, вы позвонили, я позвонил вам в прошлый понедельник, звонил, то есть вы сказали, понедельник, все уже будет что-то какое-то, да, то есть вы звоните, начинаете, что там Константин. Нет, но Константин сказал, что с такими людьми в Москве, он нас шайкой назвал, да, что такими расправляются быстро, да. Ну, это, типа, ну, значит, он наше предложение не принял, как я понимаю, да. Ну, я думаю, он давно не принял, даже перед этим, как бы, да, то есть он не принял сразу же, когда уже пошли задержки, как бы, он сказал, как бы, это, да, потом мы ему вот этот ваше видео отправили, которое последнее ваше, да, то есть мы же первого, вы же нам прислали бумажку на четыре яйца, то есть мы этому отправили. На то он сказал, что, типа, там, ну, как бы, надо как-то решать с квартирами, что уже Константин уже, ну, просто плохо чувствует, сейчас уже жена, как бы, звонит, как бы, Тамаре, да, в серии, да, поэтому, ну, вот, как-то так. Короче, смотрите, ребята, есть два варианта, да, то есть сегодняшний вечер, если у меня не будет денег, то есть я уже подписал, ну, как бы, с другими ориентаторами договор на эту квартиру, ну, и завтра, я думаю, что в 10 часов мы будем уже у вас. Ну, и чего же вы будете делать? Что вы будете делать? Ну, я думаю, что вы увидите, что мы будем делать. Ну, никакого решения суда мы еще не видели. Ну, и не увидите вы решение суда. Просто будете жить с кем-то, как бы, это все законно, как бы, мы же там не вытряняем, как бы, просто будет еще раз человек жить. Можно в одной квартире, вы знаете, в одной квартире могут жить много людей, правильно, правильно, как бы, и вот так, как-то так будет делать. Нет, нет, мы не издеваемся, дорогой. Над нами издеваются. Егорушка, это вы, вы сами понимаете, я с вами разговариваю на русском языке. Мы вроде находимся в Новороссии сейчас, да? Вы сейчас вроде этими русскими деньгами оккупируете Ригу, да, и Латвию. И нам, аборигенам, никто деньги вообще не дает. И потому вы нас выгоняете просто из нашего города, где наши предки тысячи лет жили, да? И я с вами говорю на русском языке, который тут вообще даже не валстволода, да? Ну да, но вы даже не сможете, как говорится, плавно разговаривать со мной, чтобы по душам поговорить. А мы-то аборигены, мы по душам говорим. Ну, я знаю, я сочувствую вам тоже, конечно, потому что у вас, вы в середине очень нетрадициональной ситуации, которую бизнес, как их называть, бизнесисты, бизнесисты даже не описали в ни одной книге, да? Как аборигенам помочь их владение. Но это просто Новороссия, которая тут построена этими деньгами, да? И это классический вариант. Это человек, который даже тут не живет, да? И который... И вот я... Нет, тут, понимаете, это у нас принципиальный процесс сейчас идет, да? И у нас уже власти уже принимают решение, что они будут оплачивать эти все квартиры, да? Которые у нас зарегистрированы. И просто сейчас лето, и не так это быстро происходит, да? Вы сказали, 3 месяца сегодня, 4 месяца. Да, но как раз сейчас... Вы заплатили за май, июль, июль, август. Уже август уже заканчивается. Ну, это я знаю, по вашим... По вашим этим... Вы начали начаться, скажем, 3 месяца. Да. Сегодня 4 месяца. Да, по вашим системам бизнеса у вас совершенно... Вы совершенно правильно можете выбросить всех аборигенов. И вообще никакого православия тут не будет, да? Конечно. И помирать как бы рядом с вами, кстати. И это происходит во всем мире, из всех городов, выбрасывают аборигенов и... Я вот сейчас вот паспорт ребенку получаю, как бы, я вам 14 минут позвоню, как бы, и тогда мы уже определимся, или да, да, или нет, нет, как бы... Ладно, Егоршка, ладно, до связи, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...